всем привет с вами снова я югений начался 23 день с того момента как я начал делать свою речь чище лучше приятнее сегодня у меня день рождения поэтому я видео сделаю довольно таки коротким ну сейчас посмотрим по обстоятельствам у меня намерения изначально такие хочу поделиться приятным моментом таким вчера был первый созвон в нашей группе по отработке разных методов группа с такими же заикающимся как я как и я думаю как и вы которые смотрят видео кто хочет присоединиться подписывайтесь на instagram там спишемся обменяемся контактами и добавим вас группу будем созваниваться и будем помогать друг другу становиться лучше делать свою речь чище вот вчера созванивались я даже удивился люди многие так хорошо общаются и также понял что у всех немного ситуации все-таки разные кто-то наедине с собой не заикается абсолютно кто-то наедине с родными это может не а заикаться абсолютно с людьми в обществе заикаются у меня же я и наедине с собой я заикаюсь вот записываю час видео у меня есть дома народ так назовем его да но все равно я и наедине с собой абсолютно также у меня происходит спазм это появляется этот кирпич так его назовем и я считаю тут необходимо немного разные подходы но тем не менее само это общество помогает раскрепоститься когда ты разговариваешь и берешь опыт слышишь опыт людей с такой же проблемой назову ее условно так на самом деле я не хочу называть это проблемой эта ситуация в которой я могу стать лучше могу набраться очень много опыта разнообразного опыта к примеру сейчас у меня появляется опыт помимо навыков наработки речи я лучше начинают работать на камеру я лучше начинаю монтировать видео работать фотошопе и еще некоторые нюансы там организационные моменты какие-то это работа в группе у меня уже появляются мысли что как структурировать сделать то есть это развитие как ни крути также хочу немного затронуть тему так скажем такой небольшой к это перепалки я себя не считаю каким-то там блогером потому что вы посмотрите на мой канал там подписчиков то можно сказать нет так же как и по рассмотров тем не менее это как-то вылилось на youtube там один канал не буду называть какой человек в общем хотел продать мне свой курс свою методику для лечения от заикания за довольно таки высокий ценник я упрощенно вот если сказать я ему отказал он начал меня материть по итогу все там разошлись нет я его не материл в ответ хоть и возникало такое желание и сейчас он записал видео о том что человек 40-летний записывает но он также не называл никаких имен но я думаю тут и так все понятно таком идет речь возможно он там со всеми так общается возможно он кому-то еще писал я допускаю такую возможность а я сейчас погреб немного на себя но я считаю что навряд ли потому что эта ситуация была вот на днях и я думаю что подобного рода контента я не встречал человека кто также заикается и с помощью роликов с помощью тренинга так скажем на камеру хочет сделать свою речь чище по крайне я не встречал возможно есть такие каналы я особо сейчас не ищу ну и говоришь что я толпоеб занимаясь какой-то херней и ищу таких же как и я что-то подобие я не буду сейчас дословно рассказывать ну я хочу сказать тебе если ты смотришь спасибо тебе за твое мнение твой поступок меня в первую очередь мотивирует мотивирует на то чтобы я лучше учился работать со своими эмоциями потому что первая моя реакция мне хочется ответить меня это цепляет у меня появляется негатив а как то многие знают что сильное чувство сильные эмоции и заикание да они только усиливают поэтому вот один из аспектов это работа со своими эмоциями так что спасибо тебе я также эти моменты у себя отслеживаю и стараюсь с помощью них становиться лучше если кому-то не нравится что я делаю ну что главное чтобы я видел от этого на результат и получал его и мог его применить давайте сегодня все я затягивать не буду прочитаю разговорку и пожалуй на сегодня все что четверг 4 числа в 4 с четвертью часа альгурийский регулировщик регулировал в лигурии но 33 корабля лавировали лавировали да так и не вы лавировали и потом как интервьюером интервьюер регулируемогов и регулировщик речисто да не чисто рапортовал Да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, который начерно обкурен трубкой. Не курить турка трубку, купи лучше кипу пик, лучше пик кипу купи, а то придет бомбардир из Парандербурга, бомбами забомбардирует за то, что некто чернорылый, у него пол двора рылом изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара кораля в то время коралась Кларю, пока Карл у Клары крал корала, за что Клара у Клара нет. А потом на дворе деготниковые вдовы и Барвары, два этих вора, дрова поровали. Но грех не смех не уложить в порех, о Кларе с Карлом во мраке все раки шумели, раки. Вот и не до бомбардира ворам было, ну и не до деготниковых вдовы, и не до деготниковых детей. Зато дросердившаяся вдова убрала в сарай хедрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. Не вместились все хедрова и два дровосека, два дровакова дроворуба. Для расчувствующейся Варвары выдвалили дрова вши двора обратно на травяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цапля, извиняюсь, опять забыл, погас экрана, сейчас секундочку. Цыпленок же цапля, цепка цеплялся за цепь, молодец против овец, а против молодца сама овца, который носит сеня, сена в сане, потом везет Сенька Соньку на санках. Санки скок, Сеньку в бок, Соньку в лоб, сердцу гроб, а оттуда только шапкой шишки шип. Затем по шоссе Саша пошел, Саше на шоссе Саша нашел. Сонька же, Сашкина подружка, шла по шоссе и сосала сушку. Да, при том у Соньки в вертушке, во рту еще и три ватрушки, аккурат в медовик, но ей не до медовика. Сонька и с ватрушками во рту, пономаря, перепономарит, выпономарит, жужжит, как жужелица, жужжит, да кружится. Была у Фрола, Фролу на лавры наврала, пойдет к лавру на Фрола, лавру наврет. Что вахмистер с вахмистершей, ротмистер с ротмистершей у ужа-ужата, у ежа-ежата, а у него высокопоставленный гость унес трость. И вскоре опять пять ребят съели пять опят с полчетвертю четверика чечевицы без червоточины до 1666 пирогов с порогом из сыворотки из-под форстокваши. О всем о том, о колокола, колокола звоном разванивали. А так, что даже Константин Зальцбургский, бесперспективняк из-под бронетранспортера, констатировал, как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Но попытка не пытка. Сейчас я прям почувствовал, как я тороплюсь, хочу быстрее это сделать. Особо не отслеживал саму технику, технику выдоха. Замечал, как заикался даже в те моменты, в которые я обычно не заикаюсь. Вот на букву К. Возможно, на видео этого и не будет видно, но я чувствовал прям вот этот затуп у себя. Также дрова. Вот сейчас опять дрова. Вообще абсолютно, практически абсолютно поначалу ничего не делал. Потом впоследствии уже дыхание успокоил и постарался сказать, как можно медленней, на выдохе и немного смягчая букву D. Тем не менее, сегодня, можно сказать, делаю видео больше для галочки. Это, конечно, неправильно, но это честно. Все-таки я поставил себе цель заниматься каждый день. Я постараюсь сегодня еще поделать практику по дню, потому что у меня очень много сегодня предстоит телефонных звонков. и я постараюсь на всех этих звонках практиковать именно новую чистую речь. Насколько у меня получится. Ладно, ребят, еще раз скажу, подписывайтесь на мой инстаграм. Меня очень мотивируют ваши рассмотры. Всем спасибо и всем пока.